Сегодня футбольный клуб Сочи на второй строчке турнирной таблицы футбольной национальной лиги. Сейчас задача команды выйти в премьер-лигу. Но несмотря на плотный график тренировок, сочинские барсы вместе с болельщиками сдают нормы ГТО. Выполнить пришлось все испытания, в том числе пострелять из электронного оружия. Здесь ребятам пришлось попотеть. А вот на самом стадионе профессиональным спортсменам не было равных. Подтягивались, отжимались и бегали по высшему разряду. Мы с удовольствием присоединились к данной акции. У нас ребята очень адекватные, поэтому с удовольствием со всеми на равных выполняют требования нормативов. Футбольный клуб Сочи готов к труду и обороне. Призываем всех сдавать нормативы. Ну и вообще мы за здоровую нацию. С одного стадиона на другой. Сочинские футболисты буквально живут на полях. Сразу после сдачи ГТО барсы отправились отрабатывать точность бросков и удары по воротам. На кону премьер-лига. Нам из четырех оставшихся матчей нужно выиграть два. Этого будет достаточно для того, чтобы выйти в российскую премьер-лигу. Я всех любителей футбола и тех, кому неравнодушен наш клуб, приглашаю 19 мая в 16.00 с футбольным клубом «Шинник». Приходите, поддержите команду. Если мы поднимемся выше, то к нам будет приезжать «Зенит», «ССКА», «Спартак», «Краснодар». В общем, я думаю, что для местных жителей будет праздник. Праздник для жителей и не только местных состоится и завтра. 1 мая в Сочи стартует Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд. Любой состав семьи, здесь нет какого-то ограничения. Здесь самое главное, чтобы была семейная команда. Кем она будет представлена, папа или мама, бабушка или дедушка, неважно. Главное, чтобы это был семейный такой порыв заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Заявляться никогда не поздно. Нужно в первую очередь получить ID-номер, зарегистрировавшись на сайте gto.ru. Всегда готова к труду и обороне и Галина Кулак. Но сегодня она не выполняет нормативы, а судит. Причина – не ее серебряный возраст, а небольшая травма ноги. В свое время она заняла второе место на всесоюзном фестивале ГТО. В 70-е годы я была вторым призером Советского Союза в многоборье ГТО. И мне приятно, что сейчас снова возобновляется все и снова сдают норму ГТО. Я рада, мне приятно быть на стадионе. Привилегии не были никакие, но это же здорово. Это же выступы я тренировалась, и это же здорово быть второй в Союзе. Это ГТО, это здоровье, это здоровье нации, это здоровье нашего государства. Нормы ГТО на сегодняшний день сдали более 20 тысяч сочинцев. 30% из них уже получили знаки отличия – серебряные, бронзовые и золотые значки. К концу года свои результаты узнают и все остальные, готовые к труду и обороне.